За интересными пранками можно наблюдать часами, правда сейчас их немного, потому что разыгрывают в основном полнейшее говно, которое ты розыгрышем не назовёшь. Но есть одна интересная ниша, где всё ещё сохраняется баланс между приличием и ржащим. Добро пожаловать на Телблогнет, и сегодня ты увидишь ТАП 10 музыкальных пранков! Десятое место. Угарный рингтон. Помню времена, когда песенки в качестве мелодии входящего вызова считались модными. Сейчас же это кажется зашкварным. А ты прикинь, если перекинуть тренд конца нулевых 2021-й, да ещё и, скажем так, модифицировать рингтон. Судя по взгляду чувака, он сам был готов засадить в очко, и не факт, что своей спутнице. Девушки походу прозрели, насколько сильно может отличаться реальное отношение парня от того, что он чешет по телефону. Но хоть повезло, что им никто ничего не показал. Девятое место. Бомж с приколом. К лицам без постоянного места жительства люди относятся презрительно и с брезгливостью. А что если под маской скрывается профессиональный пианист? В торговом центре остолбенела целая толпа, глядя на этот прекрасный перформанс. Многих музыка настолько цепляла, что они не поскупились на копеечку. Такое зрелище не каждый день увидишь. А пацан красава скрасил людям шоппинг. Вот это я понимаю пранк, и народ как бы развел, и никого не обидел. Восьмое место. Бомжиха с приколом. Да, сегодня у нас все бездомные на приколе. Как вам мой образ? По-моему, шикарно. По-моему, самая настоящая бомжиха-алкоголичка. Молодая девушка в лохмотьях с дряхлой гитарой и волшебным голосом подходит к людям, чтобы... А впрочем, смотри сам. Здравствуйте. А можно у вас сигарету попросить? А я вам спою что-нибудь. Нет, спасибо не надо. Не надо? Ладно. Это было очень странно. А потом один добрый чел из уличных музыкантов позволил ей спеть в свой микрофон. Нет, не в кожаный. Вот тогда блогерша сразила всех на повал. Такого не ожидал никто, мягко говоря, достойное исполнение Селиндиот. Но когда девушка в образе бомжихи подходит к прохожим напрямую, все сразу же сливаются. Ну а если везет, надо давать жару. Ну давайте спою. Ну давай. Скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни и полетели. Мир не без добрых людей. Находились и те, кто по-настоящему проникся ее обаянием. Несмотря на не самый опрятный внешний вид. По-моему, классный социальный пранк, демонстрирующий уровень, с которым общество способно зрить в корень. Седьмое место. Певец в душе. С затычками в ушах мы все певцы. А со стороны это выглядит примерно так. Ну как тут не подрубить режим крутого рэпера и не вообразить, что ты Эминэм. Парень, сидящий рядом, наверняка подумал, что блогер расхватил какой-то приступ. Его харя стала настолько красной, что едва ли не треснула. Чуваку бы с Бузовой на одной сцене выступать. Бедные люди наверняка не ожидали услышать концерт на полную катушку. Но от этого только у Гарни. Вообще, респект типу пранк выдался лютый. Его вообще ничего не парило. Смотреть на эти недоумевающие лица одно удовольствие. Шестое место. Гитарист и уличные музыканты. Блогер решил залететь в движуху и пристроиться к ребятам, закосив под нубяру. Этот взгляд и гримазое олицетворение всего происходящего. Знал бы он, что через считанные секунды парнишку прорвет. Есть еще песня современная, я ее только вчера выучил. Сейчас. Как она называется? Ну попробуй вот это, у брата играли на свадьбе. Не, я другую, новую, которая вчера. Ну давай. Полнейшая экстаз и недоумение. А вот еще один забавный экземпляр. И куда же без соя? И чувак переделал как полагается. Тем более слабал не простую восьмиклассницу, а перемен. Так то лучше. Самое прикольное в подобных пранках гримасы прохожих. И то, как испанский стыд резко сменяется офигеванием. Пятое место. Розовое вино. Прикинь, сидишь ты такой, никого не трогаешь и тут. Для тех, кто не является поклонником творчества Эл-Джея и Федука. Прикол так себе. Но если ты не можешь прийти на концерт Эл-Джея и Федука, тогда почему бы не оторваться в момент, когда появляется такая возможность. Здесь так красиво, я перестаю дышать, е. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Ну а с этого я вообще выпал. Мы виновны, что наша молодежь слушает сатанинские песни. Здесь так красиво, я перестаю дышать, е. Звуки на минимум, чтобы не дышать. Бедный мужик не думал, что разговоры о сатанинских песнях приведут к тому, что эти треки будут звучать у него прям под ухом. Кринж, конечно, дичайший. Я лично не представляю, как бы я подошел и напевал людям розовое вино. Обращали внимание, что это красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата, фиолетовая вата. Впрочем, это не худшее, что могло произойти. Я бы жил в этом месте в том самом моменте, когда мы летели на байке. Эти пальмы и ветер, пальмы и ветер, как пальмы в алом закате. И зло, что ни одна жертва розыгрыша не обхезлась. Четвертое место. Песни в библиотеке. Читальный зал – это сокровенное место, где люди не только читают, но и учатся, работают. Где строго-настрого запрещено нарушать тишину. Пасаны делают вид, что не замечают ни музыки из динамиков, ни те ошарашенные взгляды, которые на них сыплются. Ну а чтобы придать пранку изюминку, можно устроить небольшой цирк. Извините, играть слишком громко. Что? О боже. Мне так стыдно, извините, пожалуйста, мне так стыдно. Я бы офигел, если бы, сидя в библиотеке, увидел, как чел на полной громкости слушает треки с эротическим подтекстом. Ну, чувак, конечно, актер еще тот. Почти правдоподобно делает вид, как будто ему стыдно. Да, оно играет. Что? О боже, о боже. Однако, оставаться спокойным в такой момент задачи, которая по силу далеко не всем. Играет слишком громко. Слишком громко? Да. Подожди, вы все это слышите? Да. О господи, мне так стыдно, так стыдно. Третье место. Флекс ТЦ. В свое время Егор был на хайпе. Пранкер залетал в торговый центр и врубал на колонке какой-нибудь долбанный музон. Для пущего огня и драйва надо поделать всякие выкрутасы, чтобы сильнее забайтить людей на реакцию. Задаривали милых, хоть и броневые, чистые. Небо самолетом от цензуры для арти... Ну а самый сок, это зашкварные песенки, которые любой нормальный человек даже в наушниках постеснялся бы слушать. Потому что ты смотришь аниме, и б**ал тебя в рак. Imagine Dragons наверняка расплакались бы, услышав этот потрясный кавер. Флекс получился зачетный. Второе место. Поющий водила. С чем в первую очередь у тебя ассоциируется маршрутка? Давка, тягомотные пробки, бабки проще, если куда-то в час пик. Оно так и есть. Но мужчина решил повеселить народ и устроить им незабываемую поездку. Сейчас хоть музычку для настроения, не бойтесь, все будет нормально, довезу. Надеюсь. Незабываемую в хорошем смысле слова, вместо того, чтобы навалить типичный шансон, «Певет за баранкой» выдал настоящий концерт. Каждый тот куда, и никак дороги не сводили нас с тобой. Тусовку заказывали? Хотя неважно, товарищ водитель уже дает жару. Но я знаю только одно, знаю только одно. «Все иначе будет у нас теперь». На людей сразу стало приятно смотреть. Они оживились, начали улыбаться. «Это тебе не типичная маршруточная душила вас быдлятиной за рулем?» «Все равно меня приведет к тебе!» Определенно сделал пассажирам день и позабавил весь интернет. И первое место. Полный нуб. Как говорится, тяжело в учении и легко в бою. Не позавидуешь разве, что преподам, у которых ученики, дуб-дубом, на лице педагогов читаются предстоящие муки и страдания. Так. Сейчас. Ну а ты же в курсе, что первое впечатление нередко оказывается обманчивым? В общем, ты все понял. Блогер старается показать учителю, что ситуация крайне печальна. Так. Ага. Паш, ну в твоем случае, как бы, да, девчонок кадрить. Такую гитару жалко просто. Не тот случай. Но проходит несколько секунд, и уже не факт, кто из них лучше кадрить девчонок. Опа-па-па-па. Видал, как у него глаза чуть на лоб не вылезли? Это реально очень круто. Из всех реакций учителей можно делать угарную нарезку хайлайт моментов. Что ты за допинг в кружечке пива? Можно тебе поинтересоваться? Ну я так понял, Калинка тебе тут не особо нужна. По-любому у них в первый раз в жизни случилось такое, что ученик мигом оставляет неудел. Вот на этой ноте заканчивается наш топ музыкальных пранков. А какой розыгрыш больше всего зашел лично себе? Пиши свои мысли в комментариях, и не забудь подписаться на наш канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Также заглядываем в наш паблик ВК и канал в Телеграме, ведь там мы регулярно вместе общаемся, проводим вопросы по новым темам и орем над угарными мемчиками. Субтитры сделал DimaTorzok